Денис Витальевич, здравствуйте, мы рады вас видеть. Здравствуйте, Анна. Ну что же, буквально сегодня, 30 октября, в Беларуси празднуется День автомобилиста и дорожника. Поэтому примите, пожалуйста, и от нас поздравления с профессиональным праздником, пожелания крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех ваших начинаниях, ну и достижения, конечно же, всех ваших целей. Спасибо. Денис Витальевич, ну вот расскажите, в вашем предприятии Гомель Автодор, сколько людей отмечают сегодня свой профессиональный праздник, сколько людей трудится в организации и вообще, вот что она собой сегодня представляет? В нашей организации этот праздник празднует 700 человек. Сегодня РубГомель Автодор – это организация, обслуживающая собственными силами 2300 километров автомобильных дорог, в том числе 286 мостовых путевопроводов. Для обслуживания автодорог имеется 400 единиц техники. Денис Витальевич, ну вот прежде чем встретить свой профессиональный праздник, сотрудники вашей организации встретили первый снег. Вот расскажите, как вообще прошла эта встреча, насколько вы были готовы к ней и вот насколько оперативно удалось ликвидировать все последствия стихии? Мы были готовы, благодаря прогнозам синоптиков, осадки начались в 5 утра 26 октября, ну техника выехала и справилась с задачами. А во сколько вообще приступили вот к ликвидации последствий и сколько людей, сколько техники было задействовано? По области осадки шли, где-то начались с вечера, где-то начались посредине ночи, ну в 5 утра была необходимость уже, температура снижалась к нулю и техника выехала в 5 утра, работала порядка 20-30 единиц техники. Денис Витальевич, ну вот сегодня во многие сферы нашей деятельности активно внедряют современные информационные технологии. А вот в этом плане какие методы внедряют в вашей организации? Ну в нашей организации для осуществления контроля и оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки на автомобильных дорогах Руббом и Автодор установлен ряд технических средств. То есть это 8 дорожно-измерительных станций, которые находятся на территории области в разных местах, которые позволяют в режиме реального времени получать информацию о погодных, дорожных условиях, стоянии проезжей части, а также 30 видеокамер. Вот вообще, что собой сегодня представляют вот эти дорожно-измерительные станции? Вот поясните, пожалуйста. Ну это ряд датчиков, которые находятся на дороге, на самой станции, которые измеряют погодный ветер, скорость ветра, какие условия дорожные, обработаны противоголожными материалами или не обработаны материалами. А как давно вообще у вас существуют вот эти вот станции? Ну с самого основания 17 лет Руббом и Автодор ставим, постепенно ставим, каждый год устанавливаем. С тех пор, как они у вас появились, насколько это облегчило вам работу? Какие преимущества благодаря им сегодня имеете? Диспетчер видит состояние проезжей части для того, чтобы отправить технику для обработки покрытия. Ну вообще, вот с какими достижениями подходите к своему празднику? Вот что можете выделить? В этом году на территории Горбинской области проходил республиканский праздник День письменности в городе Рогачеве. По этому городу у нас проходят три дороги наших, которые мы обслуживаем. Мы их привели в достойный вид, встретили праздник, получили благодарности, привели дороги в порядок. Кроме этого, еще сделали 6 километров автодороги М5 на самом подходе к городу Гомель. Ну, город Гомель мы сам не обслуживаем, этим занимаются другие службы. Ну, как вы знаете, сейчас идет ремонт улицы Интернациональная, которая, как обещают, 26 ноября встретит нас хорошей дорогой. Ну, это вот то, что уже удалось, то, что уже реализовано, то, что сейчас производится. А если говорить о планах, о перспективах, вот что можете сказать? Что касается планов Роган-Литадор на будущие года, в реальном процессе будет у нас реконструкция автомобильной дороги М10. От Речицы до Калинковича с обходом города Калинкович. Ну, также существуют проекты на автомобильную дорогу М8 от пересечения М8-М5 до границы с Украиной. Пользуясь случаем, хочется предупредить водителей о том, что с 1 ноября вводятся два участка платных дорог. Это Р-23 и, что касается Громинской области, М5 от границы с Могилевской областью до Жлобина. Денис Витальевич, спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо, Анна, за то, что посетили нашу организацию, заинтересовались ей. А также, пользуясь случаем, разрешите поздравить своих коллег, всех автомобилистов и дорожников с профессиональным праздником. Пожелать счастья, крепкого здоровья и ровных дорог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!